Азербайджанский народ одержал победу в войне за территориальную целостность благодаря своим героическим сыновьям, которые, не щадя жизни, сражались за освобождение родных земель от фражеской оккупации. Одним из них является Эльхан Рзаев, довойной работавший учителем информатики в средней школе села Гарагашлы Сабирабадского района. Эльхан погиб в боях за освобождение Губатвинского района от армянской оккупации. Как передает канал 13, об этом сообщает Министерство образования. Руководство и сотрудники ведомства выражают глубокие соболезнования семье шехида. Вечная слава героям, вечная им память. Президент Азербайджана Ильхан Алиев и первая леди Михайбан Алиева в пятницу 4 декабря посетили аллею шехидов и почтили память погибших в борьбе за территориальную целостность страны. Президент Азербайджана возложил венок к мемориалу «Вечный огонь. Первая леди букет цветов». Также прозвучал государственный гимн Азербайджана. По всей стране в 12 часов дня граждане почтили минутой молчания светлую память военнослужащих, павших в отечественной войне за освобождение земель от армянской оккупации и восстановление территориальной целостности страны. Накануне президент Ильхан Алиев подписал распоряжение, согласно которому 4 декабря в 12.00 минутой молчания будет почтена память шехидов. Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ходе отечественной войны погибло 2783 военнослужащих азербайджанской армии. Согласно сообщению, продолжается работа по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Да упокоит Аллах души наших шехидов, исцелит раненых. Мы обязаны им победой. Продолжение следует... Азербайджан для Израиля является важной страной как с геополитической точки зрения, так и с точки зрения стратегического партнерства. Об этом на встрече в израильском КНЕСИТИ с представителями азербайджанского дома в Израиле заявил министр по делам разведки страны Эли Коэн. По мнению главы ведомства, Израиль поддерживает и уважает территориальную целостность Азербайджана. В следующем году мы будем отмечать 30-летие наших межгосударственных отношений. За эти успешные годы между Азербайджаном и Израилем были доказаны важность и большая значимость стратегических связей между еврейским государством и мультикультуральным государством с мусульманским большинством. Ни одна страна в Евразии не имеет более тесных или более теплых связей с Израилем, чем Азербайджан, подчеркнул израильский министр. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сегодня вновь озвучил поддержку России территориальной целостности Азербайджана. Принадлежность Нагорного Карабаха достаточно давно определена резолюциями Совета Безопасности. Как передает канал 13 со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия не меняла свои позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны. Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета Безопасности достаточно давними. Это все указано в резолюциях Совета Безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла, напомнил представитель Кремля. Ранее президент России Владимир Путин в эфире российского телеканала прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. В частности, он заявил, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Отметим, что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял четыре резолюции по Нагорно-Карабахскому конфликту. В этих резолюциях была признана территориальная целостность Азербайджана и требовался безоговорочный вывод оккупационных армянских войск с территории Азербайджана. Азербайджанские военнослужащие свободно проходят в армянские населенные пункты. К примеру, по свидетельству очевидцев, совершают покупки в супермаркетах Степанакерта. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель аналитического центра Энакен Тигран Абрамян. Он отмечает, что это происходит в сопровождении российских миротворцев, однако в данном случае это мало что меняет. «Никол Польшинян, не хочу говорить ничего другого, но у тебя есть хоть немного совести. С твоего ведома эти люди, как ни в чем не бывало, делают покупки в наших магазинах», написал Тигран Абрамян. Между тем, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что российские миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе. По его словам, введение в зону конфликта российских миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе. Условия подписанного трехстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются. Отмечу, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают все, чтобы в регионе сохранялся мир, сказал российский министр. В свою очередь, заместитель начальника главного управления организационно-надзорной деятельности Министерства юстиции Азербайджана Сюбхи Каздамов в прямом эфире на странице ведомства Facebook заявил о том, что в юридикцию Карабахского регионального управления юстиции входят город Ханкинды, Шуша, Зангеланский, Хаджавенский, Хаджалинский, Кубадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарские районы. Он отметил, что предпринимаются необходимые шаги для организации деятельности управления по всем структурам. Министр европейских иностранных дел Франции Жан-Ивле Дрианг прокомментировал резолюцию правительства о признании так называемой Нагорно-Карабахской республики в Национальном собрании. Министр отметил, что независимость так называемого режима не будет признана. Франция не признает независимость Нагорного Карабаха, заявил министр во время обсуждения в Национальном собрании резолюции о признании Сепаратистской республики. Дрианг сообщил, что в случае принятия такого решения Франция должна будет сложить полномочия сопредседателя Минской группы. Это означает, что мы отказываемся от нашей роли посредников, добавил он. Глава МИД стран сопредседателя Минской группы ОБСЕ заявили, что Армения и Азербайджан должны заключить прочные мирные соглашения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Франции Жан-Ивле Дриан и первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган отметили, что страны-сепредседатели призывают Баку и Ереван использовать нынешнее прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения под эгидой Минской группы. За 27 лет оккупация все была разграблена. Не осталось ни дверей, ни окна, ни единой черепицы на крышах в домах азербайджанцев, вынужденных бежать в 1993 году. Как передает канал 13, об этом говорится в публикации старшего советника Amnesty International по кризисным ситуациям Донателлы Равера в Twitter. Разрушены могилы азербайджанцев, захороненных здесь до армянской оккупации 1993 года на кладбище в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Некоторые из них были разрушены сравнительно недавно. По-видимому, армяне, которые покинули этот район на прошлой неделе, после 27 лет оккупации территория Азербайджана, написала Равера в Twitter. Равера также процитировала мать девочки Нигяр, которая была убита накануне своего 15-летия вместе с 13 родственниками и соседями, в том числе несколькими детьми в результате удара баллистической ракеты, нанесенного Вооруженными силами Армении по городу Гянджа 17 октября 2020 года. «Она была моим единственным ребенком. Она была всем, что у меня было», сказала мне мама Нигяр. Анары Нурчин и восемь соседей были убиты, пока спали в своих домах в результате очередного удара баллистической ракеты, нанесенного Вооруженными силами Армении уже 11 октября. У Анары и Нурчина двое детей, которые остались сиротами, сказал мне отец Анара, охваченный горем, написала Равера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова